всем привет хочу вам рассказать и показать как живут мои орхидеи на улице в каких условиях что я с ними делаю как я за ними ухаживаю и как они у меня цветут в природных условиях видите как зацвела красивая сакраменто на горшочке написано я вынесла свои орхидеи на улицу как только они начали пускать цветоносы и они вот это распустились полной своей красе на улице вместе с пеларгониями рядом они живут здесь у нас виноград сверху и они не на не открытом солнце дерево растут и живут вместе это одна орхидейка вот вторая орхидейка которую я формировала аркой она у меня распустила все цветочки на улице видите как я здесь хорошо сейчас покажу и поверну вот такая она красавица белоснежная орхидейка она очень крупная 10 сантиметров в диаметре губа слегка кончики только желтенькие а так ни одной крапиночки на самой орхидеи чисто белая очень красивый сорт орхидеи я сформировала аркой как я ее формировала можете посмотреть мои видео теперь расскажу немножко как я ухаживаю за своими орхидеями в летний период как я сказала ранее они у меня стоят под виноградом поливаю я их водой набираю в емкость вот здесь у меня такая емкость стоит и я набираю сюда воды с крана шлангом и сюда и дождевая вода попадает когда дождь и ветер и пыль этой водой я поливаю свои орхидеи дальше конечно на улице когда стоят мои орхидеи у них пылятся листочки с этой проблемой я борюсь тоже по-своему я беру водку то есть самогон который мы делали я вам покажу видео у меня есть ссылочка я вам скину наливаю пульверизатор опрыскиваю листики должны быть чистенькие беру спончик протираю водка очень быстро высыхает лист становится красивый сочный вот эту серединку тоже нужно вытереть и защита от вредителей все таки когда какой-то вредитель там паутины клесть или еще какой-то попадает на растение один раз попробует второй раз не захочет вот таким образом я борюсь с вредителями летом я стараюсь не пользоваться препаратами от вредителей и нормально все получается у меня таким способом паутинный клещ сто процентов погибает от водки это проверено не на одном растении а также белокрылка пролетает из герани и другие насекомые они тоже погибают мучнистый червец исчезает если где бывает когда приносим новое растение с теплицы с магазина обычная ренимашки покупаю то то есть иногда появляется и мучнистый червец и надо с ним как-то бороться да борюсь с ним зеленым мылом обрабатываю растение если сильно там запущенном состоянии тоже могу сбросить ссылку вы посмотрели видео как я брюсь с мучнистым червецом вот посмотрите листочки конечно же на улице грязные но я повытирала они дышат а эти вот ведь и пыльные ну что сделаешь они же на улице у меня он туда даже от листиков попадает от винограда цветочки еще попали он от пеларгонии листочек цветочек попал так все надо повыбирать пыль вот раз повытирала чистые мои цветы до прополив поливаю я их в кашпо вот так наливаю воду и они пьют у меня только вода испаряется не обратно наливаю до такого уровня и моим орхидеям это нравится они вот цветут прекрасно и радуют меня своей красотой своими бутончиками прекрасными этот орхидеечка вот цветоносик выпустила очень хороший уже начинают скоро почечки будут открываться и все хорошо здесь а сейчас я вам покажу котлея как у меня начала цвести она у меня стоит саду я ее ставила здесь внизу возле папоротника а сейчас подняла на скамейку я купила реанимашка она была полностью без корней и выпустила вот реанимашечка цветонос и начало цвести первый раз у меня котлея цветет смотрите какая прелесть тут такой приятный запах аромат стоит то ли от котлея то ли от других растений посмотрите какая она красивая белоснежная только начала открываться сказочная так рада у меня котлея никогда не росла и не цвела это она выпустила один листочек стоп лист не пустила второй листик не пустила сразу цветочек и вот сегодня он начал открываться как я могла вам не показать такую радость посмотрите какой он красивый беленько сказочный просто когда полностью откроется я вам еще одно видео с ним я просто не могу ним налюбоваться такой красивый у меня котлея еще никогда не цвела а тут взяла прекрасная такая и расцвела как за ней ухаживаю я вам все рассказывала показывала она у меня в двойном горшочке горшочки все время вода а а сверху я обложила мхом мох из лесу уже нужно будет ее пересадить потому что вот она начала упираться своим ростиком стенки горшочек и вот это ну и некуда будет расти и вон начала выпускать новые росточки не некуда будет расти и будет мучиться вот какой на крепкие выпустила тоже наверное здесь уже буду ждать стоп лист скорее всего он должен появиться в таких условиях у меня растут котлеи вот башмачок у меня растет это листики дерево посыпались слива сверху растет но ничего ей нравится моему башмачку посмотрите сколько нарастил новых розеточек просто сказочные такие мощные крепкие я думаю к новому году он должен зацвести здесь 33 растения разных цветов я посадила тоже в горшочек но внизу постоянно вода они у меня постоянно на дворе под кроны деревьев земли я подняла поставила на табуреточки чтобы любоваться этой красотой посмотрите какая прелесть на пахнет так сказка беленькая зеленым и переливом пусть зацветает сейчас обратно к орхидейка меду расскажу вам еще про одну орхидейку она у меня труженица умничка это орхидейка была без точки роста гнила точка роста когда я купила реанимашкой я долго лечила видите гнилое место она мне прошлый раз выпустила прикорневую детку у меня есть видео неудачно отделила я прикорневую детку но прикорневая детка живая до сих пор все нормально там с ней все хорошо и вдруг она стояла на улице и выпустила у меня то ли детку то ли продолжение своего роста выпустила из серединки если это продолжение роста значит она будет даже цвести у меня начать и все очень нравится я такая рада в двойну и этой орхидейка рада и котлеи рада и все у них сказочно посмотрите корешочки у нее нормальные здесь она живет в керамзите сверху у нее кора и корни вот хорошо активно растут и пустила то ли детку то ли продолжение посмотрим я вам расскажу когда буду за ней наблюдать но эти как сказочно распустились такой цвет красивый нежно-нежно белый переходит в розовый и такая губа красиво внутри полосатик еще столько много цветочек смотрите как красиво смотрится сколько что цветочек два четыре пять шесть семь восемь девять цветочков распустилась вот она еще пускает дальше вот продолжает набухать бой почечка то есть еще будет цвести я за не очень рада листочку нее растущий но листья я вам говорила они грязные за того что на улице на пыль вот посмотрите какой этот листик сильно грязный ничего берем водку вы не бойтесь не обожжете лист вы не обожжете ничего не будет это очень крепкая водка самогон и не разбавляла ни водой ничем таким образом я обрабатываю все свои орхидеи водкой очень крепкой водкой с двух сторон не боюсь обжечь их они у меня алкоголики орхидеи алкоголики и вредители тоже алкоголики тоже пьют это листики получатся чистые и блестящие цветочки я не обрабатываю водкой они так ветерком подули обсыпались и пыль на них не остается а на листочках сохраняется пыль так как в пазу все туда оседает и пыль из винограда цепится я их периодически протираю для того чтобы дышали листики а цветочки не обрабатываю иногда я обрабатываю свою пеларгонию так как на них периодически нападает белокрылка я борюсь с помощью водки химическими препаратами в редких случаях только когда сильное запущение к тарой начинаю поливать когда много колонии прям бывает и такое конечно это же природа улицы все бывает на этой прекрасной ноте останавливаю свое видео спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал еще покажу вам как моя орхидейка которая аркой растет как она себя чувствует смотрите сколько она распустила цветочков какая она красивая аркой когда растет орхидейка она очень красиво смотрится у меня прошлый раз она больше пустила цветоносов это один цветонос основной уже отцвел она пустила ответвление я это ответвление стала формировать аркой и вот так она меня отблагодарила а старый цветонос вот продолжает свой рост вот набухает цветочек ну пускай я не мешаю ему пускай дальше листочек растет нам не тоже все время на улице эти вот листики запачканы и орхидея прекрасно себя чувствуют в уличных условиях листики цветочки не сбрасывает пылятся листики но ничего страшного а так никаких не наблюдаю за ними болезни ничего и прекрасно она меня радует своей красотой всем удачи всем пока всем пока